Привет, с вами Ньерл, и это последнее видео из выпуска Fanofor, посвященного Тиранидам и их монструозным юнитам. Тиранидским гвардейцам, Корнифексам и Сваромлордам, главным образом Тиранидским гвардейцам и Корнифексам. И это последнее видео, по-моему я это уже сказал, 3 на 3. И главными героями, в котором являются игроки Зеро, Иван Ангелос и Морти. Из них всех каким-либо уровнем компетентности обладает только Морти, то есть, насколько я помню, остальные второго уровня. Их соперниками являются Бэд Санта, ССС Анкес или Ансес, я не знаю как произносится его ник, и Периан. Периан говорит, готовьтесь, у Тиранид хорошая команда. Вроде бы это второй раз, когда команда моих зрителей это встречает данного игрока за космодесант. И сейчас двое Тиранид идут на низ. Объединенная масса Хромогаунтов и прочих ребят просто смела войска Хаоса и Имперской Гвардии. Похоже, они лагают, лагов и врагу не пожелаешь, тем более моим зрителям. Лаги это отвратительно, но в 3 на 3 лаги это... это нормально. Это часть игры. Очень неприятная часть игры, которая мне не нравится и которую я стараюсь избегать. Наверху же Иван Ангелос сражается с космодесантником Перианом, который предупредил своих союзников о том, что они были аккуратны. И Периан атакует термогаунтов. Похоже, Иван Ангелос не смог его закайтить. Не знаю почему. Форс Коммандера кайтить легко. И сейчас он отступает. Термогаунты отступают. Форс Коммандер еще дерется вовсю. Но главная битва происходит внизу, где... Эту штуку я не буду часто открывать, она закрывает полукрана. И сейчас имперский гвардеец с двумя отрядами гвардейцев наступает. Вряд ли его ждет здесь успех. Тиран Морти оказывается под огнем фонариков. И он отступает. Неужели имперский гвардеец сможет перехватить низ? Куда делись все тираниды? Они просто перегруппировались. И сейчас уже имперскому гвардейцу приходится бежать. За подмогой к своим друзьям-космедесантникам Хаоса. Но тиранидов... Что, тираниды их начинают обстреливать? Как дела наверху? Иван Ангелоса. И он дерется с Пирианом. Имперская гвардия в компании с Хаосом перегруппировались. Лаги продолжаются. Похоже, что лагают Морти. Как тебе не стыдно, Морти? И... У синей команды есть все генераторы. Есть все генераторы на центре. Ставятся потихоньку генераторы на низу. Внизу. На нижней точке энергии. Если что на то пошло. У красной команды не все генераторы на центре. Но ставится... Но полная генераторная ферма внизу. Это не лучшее место для того, чтобы ставить генераторы. Синяя команда отбила позиции на центре. И установила здесь отряд подавления. Сбросить их отсюда может быть сложно. Если, конечно, их армия не будет абсолютно в другом месте. И цираниды наступают. Шипастый удушитель может быть очень силен против имперских гвардейцев. Наверху уже обито происходит с переменным успехом. Пириан купил силовой меч, броню и эту штуку. Похоже, он не планирует переходить на второй тир в ближайшие 10 лет. Нанесу сражаются огромные армии и решаются судьбы миров. Синяя команда отступает к отряду подавления. Но вроде ничего хорошего он не делает. Потому что тираниды сами не наступают. Ну, похоже, что синяя команда смогла удержаться. Сейчас для того, чтобы это удерживание им что-то полезное дало, им надо поломать генератор, конечно. Ну, конечно, у них есть точка победы, эта точка тоже неплохо. Но я думаю, парочка турелей бы не помешала имперских гвардейцев. И отряд хромогаунтов погибает. Погибает ведь? Нет, один хромогаунт убегает. И игроки начинают переходить на второй тир. Бэт Санта, который на первом тире не тратил вообще ни капли энергии. Зато он ставил генераторы. По-моему, он был единственным, кто... Нет, он поставил три генератора. Тиран. Улья погиб. И, похоже, что внизу дела у наших ребят идут не очень хорошо. Возможно, после того, как они перейдут на второй тир, все станет получше. И воины атакуют. Тактикала в ближнем бою. Так что те вынуждены отступить. Потому что воины лучше тактикала в ближнем бою. И... Где же наши Морти и Зеро? Они перегруппировываются на низу. И похоже, что синяя команда окончательно обнаглела. Они решили перекапать генераторы. Зато у красной команды есть генераторная ферма наверху. Перриан еще и заказал своим скаутом дробовики. И сержанта. Он в ближайшие 20 лет не планирует переходить на второй тир, наверное. И сейчас... И у двух отрядов его тактикалов есть огнеметы. Это экономика из 3 на 3, дамы и господа. 3 на 3. Да, я думаю, бессмысленно его ругать. Он играет в 3 на 3. Какие проблемы? Экономика, микроконтроль. О чем ты говоришь? 3 на 3. Лорд-генерал с гранатометами здесь не очень полезен, но он... Да, он довольно полезен. Его гранаты могут быть полезны против кучи пехоты, которая тут есть. А вот Хослорд заходит немного далековато. И кто уже на втором тире? Еще решил сделать девастаторов. Да наши игроки уже переходят на второй тир. Один за другим. Бэт Санта сделан из маринов. Уже после перехода на второй тир сейчас заказывает им бластмастеры. Так что они станут плазменными. Иван Ангелос поставил здесь гнездо улья. Хорошее решение для игрока за тиранит первого уровня. И сейчас он... Сейчас на него наступают два тактикала с огнеметами. А Морти уже делает тирана. Тиран... Тиран Гарда. Синяя команда же держится на центре до сих пор. Бэт Санта потихоньку обрейдит своих ребят. Его... Ну из марины... Я думал, что они установились не в ту сторону, но потом я заметил, что там генераторы харасят. И да, похоже, что... Да, красная команда приняла правильное решение. Они не могли атаковать низ, потому что там было слишком много укреплений. Так что они решили отвлечь армию соперников наверху. И сейчас они, думаю, зайдут снизу и потом... И потом опять атакуют сзади. Или просто... Атакуют снизу. Как им хочется. Это только их дело. Что? Нет. Фух, я уж боялся, что... Стим сейчас опять вылетит. Он это любит делать. В принципе, я мог бы... Поставить Стим в автономный режим. Но я вспомнил об этом уже как... После того, как я начал записывать. Так что будем надеяться на то, что все будет хорошо. При записи остальных кастов Стим вроде не вылетал, так что... Сегодня, я думаю, у него хорошее настроение. На этом Тирангарде очень няшный Градиент Белокрасного. А ну из Марины отбрасывают Тиранидов. Тирангард же собирает на себя все выстрелы. Лорда Генерала уже есть все оружия из возможных. Снайперская винтовка, гранатомет, мель-то сейчас ему заказывается. Так что... Этот... Это богатый Лорд Генерал. Я это назвал Лорд Генералом или Тирангардом? По-моему, я назвал Тирангардом. Ладно. Если я назвал Тирангардом, я имел в виду Лорда Генерала. Иван Ангелосу ему Тирану не заказывает никакую... Никакой варгир. Что там? У Батсанты есть только Когти Молнии. И... Посмотрим, что остальных. Применение Тирангардов оказалось очень полезным для красной команды. Так что они прорывали оборону синих на центре. И смогли продвинуться. Периан же с Иваном Ангелосом потихоньку дерутся на центре. Никто из них не пытается перейти в атаку. Они работают на... Они сражаются на такой основе, что пока один не будет нападать, я тоже не буду нападать. Или, возможно, Иван Ангелос просто ждал, пока придет его Тирангард. Я думаю, что ждал Тирангарда. И... Форс Коммандер с силовым мечом будет наносить неплохой урон по Тирангарду. Но... Тут еще и остальные Тираниды есть. Которые тут тоже не просто так стоят. Много Тирангардов. В данный момент их на поле боя 6. И это очень хорошо. То есть, в остальных матчах... Вообще, во всех остальных матчах в этом выпуске... Мои условия соблюдались. Но из-за того, как я их поставил... Вообще, просто из-за того, что данная тактика очень популярна среди Тиранид. Они все выглядели просто, как обычные матчи Тиранид. Разве что, ну... Игра Кона или Кома. Как его там... Эм... МС Реджистера. Его игра была более-менее необычной, потому что он использовал много Тирангардов. Термогаунты нападают снизу. Остальные были довольно обычные. Но здесь вот мы видим настоящее заваливание трупами. И Тиран пал с фокушенной коснёй. Тирангарды довольно уязвимы против Космиссанта Хаоса. И в этой кровавой битве погибает очень много воинов. Термогаунты отступают. И у всех игроков на поле боя в данный момент куча народу. Иван Ангелос начал уже отодвигать своего противника. И сейчас... Не, ну... Он уже обратно начал отступать. Его два Тирангарда. Возможно, ему помогут. Этот Тирангард просто собирает на себя огонь. Да, через некоторое время он погибнет. Но самое главное, что он отвлекает на себя огонь. В этом его задача и цель жизни. А то он Тирангард. Гнездо Улья ставится на центре. Чтобы наших Тиранидов уже точно никто оттуда не мог выбить. И на центре... Теперь он внезапно решил поперекапывать точки. Хорошее начинание, учитывая, что у него полная ничья наверху. Тирангард все еще сидит и собирает на себя огонь. Подумайте, ведь все эти отряды сейчас могли бы сражаться на центре. Но нет, вместо этого они атакуют одного Тирангарда. Я думаю, то время, которое этот Тирангард выигрывает, абсолютно стоит его смерти. Термогаунты... Хромогаунты... Поступают в бой. Похоже, это был действительно лагучий матч. И имперский гвардеец с одной жизнью отступает с поля боя. Но нет, он останавливается. Не то, чтобы посмотреть на Тирангарда. И опять начинает бежать. Похоже, что он решил просто подразнить Тиранид. Типа, не догонишь, не догонишь. И он убежал. Живым. Везучий парень. У Тирана Морти зачем-то когти, которые дают ему АУЕ-способность. Почему бы не купить когти, которые дают ему дамаг, как у Дредноута? Броня у него усиленная. И что же есть? Мантикора! Анцессу пришла в голову светлая идея использовать Мантикору против Блобов. И она была эффективна. Иван Ангелос вовсю проходит на базу к Пириану. Крайне мере, дерется относительно рядом с ней. Не так уж и рядом с ней, но он побеждает Пириана. Так или иначе. И Пириан... Он вообще на втором Тире? Да, Пириан уже на втором Тире. Похоже, что этот каст шел уже 20 лет. Это был долгий каст. Самый долгий из тех, которых я делал. Надеюсь, что я смогу залить его на юту. И отряд Девастаторов будет убит. И отступать через Блоб Тиранит это не самая хорошая вещь. И Катачанцы сейчас будут с Фокушеном? Нет. А Ангелосу просто надо развернуть свои войска и начать убивать имперских гвардейцев. Тут их очень мало. Несмотря на использование Мантикора, красная команда все еще держится внизу. И отлично себя чувствует. Так что, возможно, синие... Да, синие решили повернуть свои усилия наверх. Где находятся две точки победы, а не одна. Внизу, в общем-то, находится просто больше точек энергии. И Иван Ангелос был вынужден наступить. При этом он не понес потерь. Я думаю... Да, не понес. Потерю понес Зеро, который потерял свой Электро Альфа. Неудачник. Не надо было ходить и помогать. Такое бывает с теми, кто помогает другим людям. Коопи больше. Тирангард регенерирует. Как черепашка. И тактикалы идут на цент... Не на центр, а наверх. Не убьют это гнездо. Выводка, у которого все 300 жизней. Без каких-либо проблем. Тактикалы продвигаются наверх. Скорее всего, с доверением захватить эту точку влияния. Но два... Тиранитских гвардейца ждут его возле точки победы. Конечно, точки влияния важны. Но копать одну точку двумя отрядами тактикалов с сержантами и плазменными винтовками... Это, по-моему, многовато. Они были бы полезнее, например, вот здесь. Но... Иван Ангелос всегда ждет хорошей битвы. Поэтому в своей основной армии он идет именно на этих тактикалов. И таран, успешный таран, я думал, он стукнется об этот камень. И тактикалы отступают. Не желая нести лишних потерь. Командор, скорее всего, до КПТ тоже отступит. Лаги продолжаются. И... Форс Командор. Естественно, в реплеях их не видно. В реплеях они не чувствуются, но здесь появляются надписи. Что игроки лагают. К счастью, судя по этим надписям, довольно редко. Храбрые гвардейцы пытаются заогнеметить толпу. Тиранит. И тиранитский гвардейец сейчас погибнет. Но нет, Дредноут решил сменить цель. И не добивать лежачего. И сейчас он просто стоит и ничего не делает. У Морти все еще эти непонятные когти. Я не знаю, зачем они ему на втором тире, если у него могли быть противотанковые когти. Дредноут забил Равенеров. И все-таки он убьет этого... Да, тиранит... Он убил тиранитского гвардейца. И сейчас погибнет сам. Таким образом, на счету этого Дредноута два отряда. Неплохо. Иван Ангелос в ходе контратаки пробился аж до точки победы своего соперника. Сейчас красная команда выигрывает по очкам победы. Тактикалы с плазными винтовками наносят большой урон по воинам. Воины, в свою очередь, наносят урон термогаунтом за счет синапсовой отдачи. И если бы у Периана был хороший микроконтроль, он мог закайтить этого тирангарда. Но этому помешает второй тирангард и ликтор. Сейчас, да, ликтор вступает в бой. У этого ликтора уже есть одинокий охотник и токсичные мешки. Вообще, забавно, у всех героев тиранит есть на разных варгирах одна и та же способность. У тирана она на когтях, у ликтора альфа есть такая броня, у равенера, по-моему, есть дополнительный варгир. Там даже картинки почти одинаковые. По одинаковых в большинстве случаев у тирана там бронь... У тирана когтя. Они, ясное дело, выглядят по-другому. И Корнифекс стреляет по катачанцам, снося им половину жизни к каждым выстрелам, потому что он очень крутой. На гвардейцах использована защитная способность. Им бы сейчас не помешала способность атакующая. По-моему, это защитная, если я не путаю. Каждый выстрел шипастого удушителя сносит по половине жизни отряду космодесантников хаоса. Они наносят огромный урон. Автопушка Хавоков почти ничего не делает сиранитским гвардейцам. И объединенный блоб хаоса и имперской гвардии отступает на базу. На верхней точке, на верхней левой точке, же еще продолжается битва между Перианом и Иваном Ангелосом. Его споровые мины пытаются оттеснить тактикалов с точки победы, но у них это не получается. И второму отряду тоже следовало бы отступать. Они докапали точку, и мне зачем тут оставаться? Они только сейчас начнут терять модели. Да, одного потеряли. Они этого ждали? Он им не нравился, что ли? И сержант тоже помер. Это были ненужные потери. Предатор выезжает на поле боя. У синей команды остается всего 50 очков. Но мне не кажется, что они смогут что-то перехватить. Просто слишком много корнифексов и тирангардов. Это слишком много для того, чтобы стандартные игроки в 3х3, без каких-либо представлений об экономике микроконтроля и качестве игры, смогли бы такую оборону сломать. И орбитальная бомбардировка на отряд термогаунтов. Давай, Пириан, убей этих тараканов, которые практически бесполезны на данной стадии игры. Он их еще и не убил на данной стадии игры. Молодец, Пириан. 500 очков красного на убийство тараканов. И сейчас Ликтор, скорее всего, умрет. Да. Ну ладно, Пириан не смог убить отряд. Он может убить отряд термогаунтов! Он может его убить! 18 жизней осталось, если бы он просто заметил его. Он мог бы его добить. Там, где провалилась орбитальная бомбардировка, может преуспеть обычный плазменный пистолет. Надо только приказать ему стрелять. И два отряда тактикалов опять ничего не делают. Очки победы заканчиваются у синей команды. Это был довольно неплохой матч в 3 на 3. Главным образом он был выигран за счет объединенных действий. На первом тире наши игроки слегка провисали. Но на поздних, когда пошли Корнифексы с шипастыми удушителями, они уже начали очень крепко давить. И враги просто не смогли сориентироваться, не знали, что сделать до конца. И из-за этого они проиграли. Надеюсь, вам понравилось. На этом этот выпуск Фанфор закончен. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в группу в Стиме. До свидания. Продолжение следует...